Казахстан находится в пятерке стран самым высоким потреблением чая. На территории СНГ ему и вовсе нет равных. Сегодня в Астане открылась международная выставка, на которую съехались мировые поставщики этого напитка. Какие сорта чая предпочитают казахстанцы и во сколько им обходится ароматное удовольствие, узнавала Замзагуляб Драхманова. Банки, пачки и коробки с чаем. Такого разнотравия в Астане не было уже давно. Сегодня в столице открылась выставка, посвященная древнему напитку. Экспортеры со всего мира приехали сюда, чтобы разрекламировать свой продукт и увеличить клиентскую базу. Вот этот белозубый мужчина с непроизносимым именем, его не озвучивают вслух даже организаторы, глава чайного совета Индии. Утверждает, Казахстан для его бизнеса важнейшая экспортная точка. При этом почему-то несколько раз назвал страну Таджикистаном. Впрочем, окружающие в лучших традициях чайных церемоний сделали вид, что оговорки не заметили. Статистика, которую дает по ароматному напитку гость, поражает. В год знаменитого индийского чая казахстанцы закупают аж на 23 миллиона долларов. Индия вообще экспортирует в Казахстан более 40% производимого чая. Многие сорта чаев, которые мы экспортируем в Казахстан, все они высококачественные. То, что казахстанцы одни из лидеров по потреблению чая, знает и астанчанин Константин Вапнуряк. Его компания специализируется на элитных сортах. Основные покупатели – люди с достатком выше среднего. Закупаются у Константина и госучреждения. Самый давний и любимый клиент – Министерство финансов. Вкус отечественных чиновников становится все лучше и лучше, констатирует предприниматель. Некоторые даже позволяют себе попривередничать. Многие чиновники пьют разные сорта чая. Кто-то заказывает больше зеленых, кто-то более черных. Ну, конечно, на самом деле, немножко черный сейчас больше проходит, в зависимости от времени года. Есть некоторые сорта чая, как пуэр, допустим, или тигуанин сорта чая. На самом деле, очень дорогие. Они считаются, они продаются в прессованном виде, либо в развесном. Ну, таких клиентов не очень много, но все равно есть. А с госучреждения такие заказы поступают? Да, конечно. Впрочем, на сайте госзакупок чай в основном выписывает отдел образования. Для школ, профучилищ и интернатов. Это классический черный осам, стоимостью около 10 долларов за килограмм. А вот ведомства бодрящие пакетированы, будто и не употребляют вовсе. Председатель статагентства на вопрос, в какую сумму выливается чай для сотрудников, даже слегка обиделся. Наши сотрудники пьют чай в обеденное время за собственный счет. В нашей организации, в нашем плане финансирования нет закупа чая или подобных вещей. На любовь к чаю в Казахстане не влияют даже скандалы. Так, регулярно в завозимых сортах обнаруживаются опасные пестициды. Некоторые даже вызывают генетические нарушения. Но казахстанцы своих позиций не сдают. По-прежнему в год страна потребляет 22 миллиона килограммов продукта. В литрах это почти 3 миллиарда. Замзуглю Абдрахманова, Нурбулат Исаев, Ермек Амиров из Астаны, Казахстан.